Тебе неохота платить? Я не хочу платить принципиально, у меня нет машины, мне не нужна парковка. Крики, недовольство, обиды. Программа комфортной городской среды в этом доме уже началась с интриг. Пока одни жильцы решили строить во дворе большую детскую площадку, другие провели второе голосование и изменили проект. Обманным путем управляющая компания совместно с созданной незаконно инициативной группой внесли в план и протокол собрания пункт строительства парковки за счет денежных средств жильцов. Все это было под благовидным предлогом о том, что производится благоустройство детской площадки, против чего жители не возражали. Соседская махинация вскрылась быстро. В мае квитанции потяжелели на пару тысяч рублей. Оплачивать по ним, несогласные с кем-то вписанной парковки, не намерены. Машины заводятся, не дам соврать. Постоянно женщина вызывает скорую. Почему? Потому что вот эти выхлопные газы нам уже достали. Если у меня нет машины, мне не нужна эта парковка. Ну сделайте вы ее с торца, сделайте так, чтобы людям было действительно комфортно. Если комфортная среда, это должно благоустройство. Это говорят большинство. 48 собственников из 73, которые выбрали только детскую площадку. Вот только большинство же подписались и под вторым, измененным проектом. Сейчас они считают, что их обманули и не объяснили суть документа. Жильцы уже подали заявление в прокуратуру, написали письма в мэрию. С соседями уверены, уже не договориться. Не смогли это сделать и в доме на Георгии Исакова. Здесь по той же программе тоже построили детскую площадку. Местные автомобилисты во время голосования были на работе. Тут в принципе все хорошо, но вот буквально было так вот на полметра бы чуть-чуть подальше бы сделали, чтобы машины не параллельно вставали, а боком. Все бы было прекрасно. Поскольку видите, здесь вот идет три дома стоят. И у этого дома вообще нет парковочных мест, по сути получается. Они тоже стоят здесь. А когда приезжаешь в начале 9-го, уже приходится 15 минут вот так вот колесить, чтобы найти место. А в этом дворе на северо-западной жильцы сами тормозят программу комфортной среды. Дом разделен на два лагеря. Собственники с автомобилями и детьми, которые хотят парковку и площадку. И те, кто даже ремонту двора против. Нет, мы на обработку писали письмо, что нам это не надо. Нет, сейчас слушай. Ничего не нужно. Поним. Ладно, давай. Но иногда, по словам архитекторов, желания собственников по благоустройству дворов невыполнимы. Из-за ряда норм безопасности. Особенно в тесных дворах домов, построенных в 90-х. Есть норм безопасности. Это пожарные проезды, это расстояние от парковок до окон в плане пожарной безопасности, расстояние от окон до парковок в плане санитарно-эпидемиологических норм. Может, там же есть еще скрытые вещи, такие как на строительство всяких площадок детских на сетях. Ну, нельзя детскую площадку строить на тепловых сетях. Это бессмысленно. Надо построить, через год сети порвались, ее разобрали. Ну, там нюансов много проектирования. Но, как утверждают эксперты, успешным такое строительство делают все же сами собственники, которые еще на стадии проектирования могут договориться между собой и прийти к одному, удобному и всем доступному благоустройству. Так, за три года существование программы отремонтировали 254 двора. Хочется надеяться, что вопрос дома на Чеглецово решат полюбовно, и новый двор не придется демонтировать в прокуратуре. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.